Всем привет, дамы и господа, с вами Юрий Хованский, а это значит, что пришло время очередной хуйни, пока все сидят на карантине. Хуйня, пока все сидят на карантине. Она, конечно, хуйня, но все сидят на карантине, поэтому хуль бы не посмотреть хуйню на карантине. Хуйня на карантине. Ваш выбор на карантине. Но так-то на самом деле является хуйней. В общем, как вы поняли, я опять продолжаю экспериментировать с этим корейским сайтом. После прошлого ролика про выбор самой красивой девушки от меня отписалось очень много девушек. Поэтому сегодня я решил выбрать что-то более такое безобидное, но выбрал в итоге компьютерные игры. И я уверен, что от меня отписывается еще больше людей, потому что, ну, если девушки еще могут как-то не отписаться после того, как их рассматривают как сексуальные объекты, то вот у дрочеров на какие-то конкретные игры, я думаю, сейчас будет конкретно припекать пукан. Поэтому давайте заранее договоримся. Это просто мое мнение. Пожалуйста, не отписывайтесь. Можете, если не согласны со мной, назвать меня хуепуталом в комментариях и написать, где конкретно в каком моменте я ошибся и какая игра должна была занять этот топ, по вашему мнению. В общем, постараемся сегодня повеселиться. А, еще мне писали, что я очень много воды лью. Но если в обычное время, когда у вас есть работа, учеба, возможность где-то гулять, чем-то заниматься, это плохо, то сейчас-то, мне кажется, это самое замечательное, что я сижу и растягиваю эти видосы, блять, просто до бесконечности, потому что даю вам возможность почувствовать себя чуть дольше не такими одинокими. И на карантине это самое важное. Так, сразу-сразу-сразу возьму винишко, чтобы удобно было. Одной рукой буду выбирать, другой попивать, ртом буду комментировать. Ну, в общем, все по классике. 128 я уже поставил, чтобы, ну, побольше было. Red Dead Redemption или Papers, Please? Я не играл в первый Red Dead Redemption. Если бы тут была вторая, я бы, наверное, выбрал ее. Но мне говорили, что это не такая веселая игра, как вторая, просто обычная консольная дрочива. Ну, пусть и от Rockstar, поэтому, наверное, Papers, Please. По крайней мере, за нее я могу поручиться, что она доставила мне кучу веселых часов. Астробот, я понятия нахуй не имею, что это. Gears of War, я знаю, что это. Я играл во второй, по-моему, и в третий Gears of War на прошитом Xbox. Ну, я его, конечно, не прошивал. Мне его фанат подогнал прошитым. И ничего скучнее Gears of War я вообще вот в плане шутеров с укрытиями не встречал. То есть, насколько веселее Кейн и Линч, например, чем... Ну, короче, я не понимаю людей, которые дрочат на Gears of War. Battlefield 3 или Super Smash Bros. Ultimate? Ну, наверное, Battlefield 3, потому что все-таки я не казуальный геймер. Хотя, кто-то наверняка скажет, ты че, Super Smash Bros., можно играть всей семьей, брос? Я вообще не понимаю, что это за хуйня. Designer 2 или Insight? Конечно, Designer 2 охуенная игра. Я с нее начал проходить серию Designer. Занарт, потом уже сыграл в первую, а потом перепрошел в вторую напиздатую концовку. Zelda Link Between Worlds, Nintendo 3DS. Ну, это, блядь, не ко мне. А Batman Arkham Knight это заебенная тема. Там нужно для операции падения темного рыцаря вообще, по-моему, все побочки выполнить, все закрыть. Ну, как раз то, что нравится таким, как я. Компуляционистам, если что, а не алкашам. Alan Wakeley, Hellblade, Ну, а Sacrifice. Фехвальд Hellblade, блядь, за то, что там, типа, бинуральный звук. Я прям пробовал в темноте, в наушниках 7.1 сидеть, слушать. Но идея была хороша... Нихуя себе, вот тебе все, Короныч, блядь, приехал. Идея была хороша до тех пор, пока не начались опять какие-то ебаные головоломки, типа, найди руны или что-то такое. Я вот этот гумос не смог простить Life is Strange. То есть я играл Life is Strange до того момента, как там не надо... Не появилась головоломка бутылки искать. Я такой, ну, понятно, типа, я думал, игра про отматывание времени будет веселой, а в итоге нужно туда-сюда просто головоломки решать в пизду. Поэтому, блядь, Alan Wake... Там хотя бы, ну, пострашнее. Metro Exodus или Wolfenstein 2 New Coloss? Ну, Wolfenstein 2 я только на легком прошел, потому что я уважаю свое время. Metro Exodus, с другой стороны, в него интересно играть, конечно, типа, слушать все эти диалоги, блядь, и всю хуйню, но это просто недоделанная, по сути, игра. То есть, как будто начали за здравие, кончили за упокой все эти водопроводы, блядь, личинок каких-то отстреливать в темноте, нахуй. И, ну, не знаю, я лично выберу Wolfenstein. Хотя и там, и там бандеры. Destiny или неох? Ну, наверное, Destiny, она достаточно веселая. Все эти дрочевые, типа, неохи, ниры, соусы. Вот это, я всего японского, все где эти... Миядзаки, аки, баки, маки, я, я нихуя не понимаю, блядь. Хотя мне скажут, наверняка и Destiny тоже какие-нибудь японцы делали, но в Destiny я хотя бы выдержал, не знаю, часов пять. Uncharted 3 или Witness? Не знаю, что такое Witness. Uncharted 3... Ну, первые 3 Uncharted, да... Короче, прикол в том, что я начал играть в 4-й, мне понравилось, и я решил, дай-ка я пройду первые 3, чтобы, ну, типа, подойти логическим путем к 4-й. И оказалось, что первые 3-е это просто дрочь какая-то тупая, нереальная, типа, из старого консоли гейминга, поэтому я просто в пизду не всрал, а лучше сразу играйте вот с 4-й части, не повторяйте моих ошибок. Fortnite или God of War? Конечно, блядь, God of War, нахуй, я бы залупу свою выбрал даже вместо Fortnite, блядь. С ней играть интереснее, блядь. И она не для школьников! Скайрим или Хидман, блядь, Скайрим! Ну, понятно, блядь, Хидману тут ловить нечего абсолютно. Хотя многие хуесосят Скайрим, я, честно говоря, не понимаю, столько нам эта игра подарила приятных впечатлений, но, конечно, сейчас она выглядит простецки, блядь, по современным стандартам, но в те времена, блядь, что было-то веселее, чем Скайрим, блядь? Только дрочить. Mass Effect 3 или Astral Chain? Mass Effect 3. Я один из тех, кто не сильно засыряет концовку третьего Mass Effect. В основном все фанаты серии ее ненавидят. Но мне всегда нравилось, что если ты проходишь все три части, типа, там есть секретная концовка, нужно первую пройти охуенно, прям все ресурсы собрать, вторую и третью. И если ты прям нужное количество очков добираешь, то Шепард выживает. Типа, маленький на это такой намек, типа, что, ну, он по-любому помирает в концовке. Я уж заспойлерю, наверное, Mass Effect, его все знают концовку, блядь. Но если вот, блядь, прям приложить все усилия и попотеть, блядь, то Шепард выживет. И только за это я прям Mass Effect 3. Undertale или XCOM 2? XCOM 2. Undertale я не понял. Это какая-то такая для... Даже не для телочек, а для мечтателей. Игра XCOM 2 прикольная. Особенно там это дополнение было, которое добавляло какую-то хуйню, короче. Ну, в XCOM очень стрессово играть неприятно, прям, блядь, постоянно что-то это. Сердце стучит, блядь, ебать, сердце поет. Bloodborne или Tom Prider? Tom Prider по той же причине, блядь, что Bloodborne это потное дрочиво, блядь. Tom Prider мне нравилось бегать там. Ну, так, Tom Prider тоже хуйня, все эти гробницы, блядь, по хуизу. Но зато открытый мир, лагеря делаешь, какие-то ресурсы собираешь туда-сюда. Halo Reach или Sunset Overdose? Я не знаю, что такое Sunset Overdose. Наверное, Halo Reach, блядь. Потому что, ну, если я хотя бы знаю, что это Halo, блядь. Fias это хуета, какая-то головоломка платформера или Subnautica. Ну, Subnautica поинтереснее выглядит там хоть. Недаром в ней Юджин наплавал тысячу выпусков или сколько там, нахуй. Jedi Fallen Order или Ведьмак 2? Конечно же, Ведьмак 2. До сих пор пытаюсь получить безумную ачивку. Кто-то написал, что можно её, типа, не задрачивать игру, а просто скачать перед последним боссом, сейв. Но тогда в чём вообще смысл? Нет, Witcher 2 нормальная тема. Superhot или Fallout 4? Superhot, у меня, я только в VR играл. Ну, это чисто ебать на... Не знаю, вот меня хватило, наверное, бля, минут на 20, типа. Прикольно, прикольно, но потом, типа, такой... Может, лучше посижу, поиграю в нормальные игры. Поэтому Fallout 4. Marvel Spider-Man или Dark Souls? Конечно, Spider-Man. Прошёл на платину. Прошёл, получил все ачивки в DLC. Ну, новую игру плюс не проходил. Не люблю новую игру плюс. Batman Arkham City или Assassin's Creed 3? Assassin's Creed 3, это где Конрад? Где-то начинаешь играть за другого чувака. Ну, Batman Arkham City, наверное, блядь. Там всё-таки, как-никак, это... Джокера убивают, нахуй. Селеста или Death Stranding, блядь? Селеста, естественно. Я любой платформер выберу, блядь, потому что она смысленнее, чем игра Кодзимы. Селеста ещё, притом, прикольно играть. То есть, это бабская хуйня, но её, по-моему, в Epic Games Story, что ли, бесплатно раздавали. Ну, там хотя бы, блядь, ну, прикольно управляется, как в Super Meat Boy, например, каком-то. Far Cry 3 или Red Dead Redemption 2? Ну, понятно, Red Dead Redemption 2. Tom Prider или Dead Space? Ну, Tom Prider это вообще уж такой проходниковый. Но Dead Space я лично не люблю, поэтому под мою ответственность. Просто, нахуй, космос, какие-то коридоры. Я знаю, очень много людей такое любят, я терпеть не могу. Super Mario Odyssey на свече, это где можно на шляпу, типа, прыгать в полёте, а об шляпу обталкиваться. Ну, блядь, наверное, это хуйню, потому что Call of Duty Black Ops, она была охуенная. Ну, вот, первый, наверное. Ну, я не знаю, блядь. Первый год, когда ты в неё поиграл, ты такой, типа, да, прикольно, типа, вся эта хуйня, все эти истории. И потом ты вдруг, типа, через пару-тройку лет начинаешь по-другому смотреть на мир и понимать, что все серии Call of Duty это абсолютно одинаковые ссанины, которые тебя пичкали, блядь, ёпта, с родних лет, а ты и не замечал. Поэтому, ну, не знаю, Super Mario Odyssey хотя бы просто однозначно прикольное залипало, если свече есть. Black Flag или Monster Hunter World это тупое гринделово, блядь, вообще никому не советую, поэтому Black Flag на кораблях, можно поплавать вся хуйня. Супер Марио Мейкер или Final Fantasy XV. Ни в то, ни в другое не играл, но по правилу исключения, которое гласит аниме для пидоров, выбираем Супер Марио Мейкер. Fallout New Vegas или Fire Emblem? Ну, тут всё понятно, правило. Правило работает, но в любом случае New Vegas лучшая часть Fallout'а. Brothers Tales of Tucson, это где ты управляешь этими двумя кусками, короче, блядь. Ну, говорят, там сильная концовка, типа, и вообще очень интересная история вот в этой Brothers, но, типа... Я вот, блядь, мне продрачиваться через такие игры, через какие-то вот эти тупые, блядь, головоломки, так всё время западло. На Диско Элизиум я хоть и не поиграл до сих пор, блядь, но... По всему тому, что я видел, жду русификации, блядь. Mario Kart или Biohazard Resident Evil 2? Mario Kart, нахуй. Mario Kart я тоже охуенно наиграл. Правда, это я не думаю, что та, которая на Switch современном, это, может, какая-то старая, но... Mario Kart охуенная тема, блядь, сто раз пизжа Resident Evil'а. Overwatch или Mass Effect 2? Ну, Mass Effect 2, блядь, просто собираешь ебаную команду, и в конце финальная битва, типа, не такой уж весёлый там прям сюжет. Ну, бля, Overwatch это... Ну, я, наверное, больше наиграл в Overwatch, но, с другой стороны, Mass Effect мне больше понравилось. Хотя там тоже DLC-шки такие гумозные, пиздец. Наверное, Overwatch кликну. Не нра. Rayman Legends, это все это Ubisoft-овская вот эта их дроча, которая Rayman Raven Rabbids, блядь, и бесконечную хуйню они разводят. Или Dishonored, очевидный Dishonored, потому что... Ну, там это просто дроча какая-то. Journey или Sekiro, Shadows, да. Journey, блядь, ёпта. Хоть позалипать можно, хотя я не фанат таких игр, но в Sekiro это чисто для любителей стропона какая-то хуйня, типа, самоистязаться. Lane Noir или Portal 2? Конечно, Lane Noir, потому что Portal это вообще, я не понимаю, как люди... Это просто головоломка какая-то ебаная. С тем же успехом можно, нахуй, в Zoom играть какую-нибудь, которая, блядь, этими шарами лягушку плюётся, нахуй. Тратить, блядь, всё время на то, чтобы, блядь, решать головоломки с порталами. Люди, блядь, повзрослейте. Лучше, блядь, в Super Mario Odyssey поиграть, серьёзно. Super Smash Brothers для Wii U, ну это полная какая-то хуйня. Horizon Zero Dawn, блядь. Ещё одна платина у бати. Doom 2006, блядь, или StarCraft 2? Doom... Какого шестого, блядь? Не шестого. 2016-го, который, блядь, перед Этерналом. Не который, третий ебаный Doom, короче. Ну, Doom, Doom. Doom, Doom, Doom. Zelda Breath of the Wild или Heavy Rain? Конечно, нахуй, Zelda, блядь. Heavy Rain такая дрочевая ебаная. Я ещё проходил её на... Плойке брал. А потом она вышла на ПК, блядь, по-моему. Сейчас она вроде в Epic Games Story есть, и я такой впизду. Ничего больше не буду, блядь, брать от этого Дэвида Кейджа, блядь. По-моему, уже и Детройт там появился, поэтому нахуй переплачивать, блядь. На Пеке буду сидеть и ждать. Divinity Original Sin или Devil May Cry 5? Я и то, и другое играл, причём одинаковое время. Но только Divinity Original Sin, блядь, в пизделён раз дольше. Я пытался исследовать каждый уголок, и просто меня настоебало в какой-то момент. А Devil May Cry 5 отлично проходится на одном дыхании. Байонета или Plague Tale Innocence? Ну, Байонета... Это просто какой-то пиздец. Я пытался, чё-то я видел, не помню, то ли у Гуфовского обзор на неё. Ну, это просто какая-то хуэта, поэтому история про чуму крысы, этого пиздюка Гуго или Гюга, как его звали-то нахуй. Барда или Макс Пейн 3? А Макс Пейн 3 мне очень нравится. Его все хуесосят, а мне на самом деле больше нравится 3 от Rockstar, чем вот эти первые 2 от этих Remedy, блядь. Или как их, потому что... Ну, первые 2 супер тупо сейчас играются, а третьего можно спокойно пробежать. Но Барда 2 в любом случае мне больше нравится, чем Макс Пейн. Папка или Last of Us? Last of Us. Просто потому что в папке я играл. Frostpunk или Metal Gear Solid? Frostpunk это хуйня, где ты строишь вокруг котла ебаный город. Типа такой, постоянно ресурсов не хватает, нужно принимать сложные решения. А Metal Gear Solid это говно, поэтому... Говно, причем ебанутое, шизоидное, бля, японское нахуй, поэтому мы просто... GTA 5 или Sleeping Dogs? Любой, любой человек на моем месте выбрал бы GTA 5. Но боже мой, как мне нравится Sleeping Dogs. Вот, наверное, их и пройду с следующим на ачивку, а то я их давно проходил. Definitive Edition у меня лежит, по-моему, бля. Такая атмосфера просто. Там, правда, какое-то совершенно уёбское, по-моему, DLC, или что-то такое, который... Ну, просто вырубайтесь, это нахуй говнище. А вот оригинальная игра... Ох, господи, гонконгский боевичок такой, прямо, блядь, такие... Я кликну Sleeping Dogs, нихуицы с ней. GTA 5 мне очень нравится, но... Когда я играл в GTA 5, конечно, мне больше нравилось в GTA 5. Когда я играл в Sleeping Dogs, мне больше нравилось в Sleeping Dogs. Но вот теперь, когда время прошло, наверное, Sleeping Dogs это такое более... GTA 5 попса, знаете, это как, я не знаю, блядь, Мстителей каких-то посмотреть. А Sleeping Dogs это, типа, как какой-нибудь фильм Raid, который Bad Comedian обхаживает и дрочит на него уже 10 лет, блядь, в каждом обзоре с ним всё сравнивает. Вот есть у меня и такие фильмы Raid. Outer Worlds или Days Gone? Блядь, да Days Gone так руки, блядь, толком и не дошли её расцветать. Мне говорят, вот она раскрывается только после того, как весь гумос пройти. С другой стороны, Outer Worlds, оно, типа... Ну, оно прям пробегается вообще на раз-два. Изично. Ну, наверное, вот, блядь, чисто Days Gone за то, что Outer Worlds это просто очень мало, как бы, по объёму, блядь, маленькая игра, наверное. Хотелось бы, чтобы она была прям больше Нью-Вегаса, там, блядь, в два раза или чё-нибудь такое. Ну, не знаю, они мне обе нравятся. Хотя Days Gone может по Раше оказаться. Нет, а за Outer Worlds я ручаюсь. Давайте кликну. Типа... Я уже попадал в такие ловушки, когда мне говорили, что игра раскроется со временем. Я её проходил там полностью, блядь, на все концовки, на все ачивки. Она раскрывалась только как по Раше, блядь. Last Guardian или Bayonetta? Я, честно, не знаю ни одной, ни другой игры. Просто исправилось, что всё, аниме хуйня, кликну Last Guardian. XCOM это первое, видимо, потому что второе уже было. Person 5, ну, тут понятно. Her Story, блядь. Чё это? Видеогейм about women talking to the police. И, блядь, Ведьмак, Дикая Охота. Хммм. Как правильно ответить, чтобы в этот раз на меня не разозлились феминистки и от меня не начали описываться женщины? Хмм. Наверное, Her Story. Конечно, блядь, Ведьма. Life is Strange... Ой, ну про Life is Strange я уже рассказал. Ну, Gone Home я не играл, я кликнул Life is Strange просто там. Ну, блядь, это полная хуйня, то, что всё превратилось в какой-то пазл ебаный. Battlefield 1 или Far Cry 4 Limited Edition. Я даже не знаю, что лучшее. Злой белый милированный диктатор в Гималаях или... Негр в Первой мировой войне. Наверное, всё-таки старина пейган затащил. Call of Duty Modern Warfare. Стэнли Пэрабл достаточно интересная хуйня, но я тоже в ней особо не расчехлился. Она чисто для людей, которым нравится тема. А Call of Duty для людей, которым нравится говно. Поэтому Стэнли Пэрабл. Titanfall 2 Нир Автомат. Ну, Нир Автомат это дрочиво, где нужно, блядь, для того, чтобы понять историю, проходить игру 50 раз на 50 концовок. Поэтому, наверное, Titanfall 2. Там уровень какой-то был прикольный, блядь, я не помню. Похож на особняк Джиндыша, блядь. Или... Не особняк Джиндыша, а вот... Что ж это было? Вот похоже. Мессия была в Дизайнерде, короче. И в Titanfall 2. Короче, Titanfall похуй. Dark Souls 2 или Walking Dead? Walking Dead. Если не видели, как я на лайв-канале прохожу Walking Dead, то вы, считай, и не плакали никогда, и не жили. Mario 3D World или Inquisition? Я не знаю, что такое Inquisition. Но... Очевидно, это пизжа, чем Mario 3D World. Чуть много игр про Марио. Контроль или God of War 3? Ну, God of War 3, он не похож на последний God of War, там, тупой, месиловый. Но, с другой стороны, контроль я вообще до конца не прошел, потому что... Ну, супер скучная, блядь, какая-то хуйня, блядь, начинается, муторная. И... Самая неудобная карта на свете, блядь, неинтуитивная. После Jedi Fallen Order, наверное. Полная хуета. Tetris Effect и Bioshock Infinite. Ну, я не сильно люблю Bioshock Infinite, но Tetris Effect, это, типа, вообще полный пиздец. Uncharted 4, вот, кстати, да, неплохая. И Prey, это 2017-ый, ага. Да, наверное, Uncharted, неплохое кинцо. Надо будет допройти все-таки. Зря я вот остановился, начал проходить все эти Uncharted, да еще и прошел их, блядь. Надо было вот просто 4-ый пройти и забить на все старые. Вот, никогда не пытайтесь начать антологию сначала, даже если вам игра понравилась. Можете говна хлебнуть нихуёво. Shadow of Mordor или Outer Worlds? Конечно, Shadow of Mordor, охуенно, блядь, ёпта. Shadow of Mordor, Shadow of War пройдены, блядь, на... Усё, блядь, ёпта, наиграно, нахуй, хуй знает сколько часов. HALA 4 или Dark Souls 3? Ну, в HALA 4 я не играл, Dark Souls 3, наверное. Там хоть, типа, атмосферненько. Gears 5, это полная хуета. И Return to Abra 1. Return to Abra 1, охуенная хуйня от Лукаса Попа. Это который сделал, блядь, Papers, Please. Там нужно устанавливать, кто, как умер, типа, из команды. И, ну, короче, это головоломка, на самом деле. Но это очень интересная головоломка. А ещё там саундтрек, типа... Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Короче, блядь, охуенная тема. Отличная индюшатина. По скидке купил, прямо отбил у себя сто раз. Что осталось от Эдит Финч или Resident Evil? Resident Evil, блядь, ёпта. Седьмой, похуй, какой, блядь, что осталось от Эдит Финч. Это хуйня какая-то там... Что ты ходишь? Ну, это вот симулятор ходьбы для тех, кто любит. Forza Horizon или Rocket League? Конечно, Rocket League. Уж лучше пинать мячики, блядь, ёпта, на игрушечных тачках, чем на полном серьёзе тюнинговать какую-то хуету и там, блядь, что-то... Коробку в спорт переключать с ШМХ. Assassin's Creed Origins или Super Mario Galaxy 2? Assassin's Creed Origins. Замечательный таймкиллер. Тоже все ачивки выбиты. В общем, покорным слугой. Viswar of Mine или Cuphead? Viswar of Mine гораздо более серьёзная игра. Причём, ну, во-первых, её раздавали бесплатно, а Cuphead я бэкнул просто, типа, потому что... Ну, это не моё потеть, это типа... А здесь тоже, конечно, приходится потеть, но по-другому. Типа, блядь, микроконтроль, вся хуйня, то, что не знаешь, блядь, то, что можно постоянно всё запороть. Ну, Viswar of Mine, очевидно. Divine The Original Sin 1 или Alien Isolation? Да, наверное, Alien Isolation, хотя я тоже не фанат такой хуйни, но я чё-то даже не понял. Мне показалась очень тупая игра, но потом в статьях писали, что там, типа, самый умный какой-то, типа, суперинтеллект чужого, который подстраивается под игрока. Но я, видимо, типа, тупой игрок. Поэтому интеллект подстроился под меня и был тупым. Ну, похуй, Isolation. Deus Ex Human Revolution или Zelda Skyward Sword? Ну, это, видимо, совсем какая-то хуйня старая, поэтому Deus Ex. Итак, первый тур пройден. Ох, ебать, много времени он занял, блядь. Много времени прошло. Пришло время, блядь, для запасной бутылочки. Надеюсь, нам хватит её до финала. Итак, Zelda Breath of the Wild или Black Flag? Ну, Black Flag мне почему-то такое детское удовольствие тогда доставил, когда, вот, типа, на корабликах можно было поплавать. Диск Элизиум или Халла Рич? Ну, блядь, очевидно, Диск Элизиум, потому что Халла это... Ну, я слышал, что это, типа, те, кто дрочит на коробку, считают всю эту серию лучшим шутером на свете, но вот у меня вообще совершенно другие представления о крутых шутерах. Мне нравятся шутеры, где ощущается стрельба, например. То есть, вот, по ощущениям стрельбы я бы, наверное, даже ебучий рейдж какой-нибудь вот недавний поставил выше, чем вот какой-нибудь Халла, блядь, потому что... Ну, и хуй знает. Это, опять-таки, только моё мнение. Икс Ком или Фрост Панк? Икс Ком. Всё-таки, блядь, живая классика. Фрост Панк на один раз такая поигрушка. Анчарта 3 или Дарк Солс 3? На Анчарте 3 там уже совсем хуета, наверное, Дарк Солс 3. Дарк Солс 3 более-менее такая пристойная часть из всех этих соусов. Аутер Ворлдс, ну, потому что Дум это, блядь, Дум, при всём уважении, блядь, он не может стать лучшей игрой, потому что, ну, это, блядь, Дум. Изначально в Думе сюжет был, блядь, там один абзац в текстовом файле. Даже в игре его не показывали. Life is Strange или Alien Isolation? Alien Isolation, потому что не надо бутылки собирать с перемотанным временем. Ведьмак 2 или Rocket League Ведьмак 2? Тут всё очевидно. Deus Ex или War of Mine? War of Mine, конечно, блядь, потому что Deus Ex не настолько я люблю, чтобы... Ну, всё-таки не такая... Вот, кто-то скажет, может, как ты можешь сравнивать такую игру простенькую инди, там, с таким графеном супротив такого-то мастодонта, но на самом деле совершенно не важно, какая в игре графика, блядь, важно, насколько остаётся от неё впечатление, насколько сильно вы готовы в неё погрузиться и сколько времени вы готовы в ней провести, чтобы вам было интересно. Всё. А то, что где-то, то есть больше денег вложено, где-то меньше, я на это вообще внимания не обращаю. Last Guardian или Uncharted 4? Uncharted 4. XCOM 2 или Sleeping Dogs? Sleeping Dogs. А мы быстрее пошли, а разгоняемся, ёбаный, по голове. Tom Prider или Journey? А, это Rise of the Tom Prider. А чё не Shadow, блядь, of the Tom Prider? Хотя я даже не помню, какая. Да нормально, Tom Prider возьму. Прикольно, прикольная, типа, была. Journey, оно, вот я не люблю симуляторы ходьбы все эти, которые, игры, которые, типа, призванные, не знаю, чтобы ты остался наедине с самим собой, погрузился в свои мысли. Типа, нахуй мне игра для этого, блядь, я могу на талочке посидеть и погрузиться в свои мысли. Игра должна меня развлекать. Я как любит говорить Юлик, вот, мне нужно мгновенное развлечение. Сразу же, чтобы меня брали за руку, погружали в увлекательное повествование, и я такой, ебать, как интересно, не зря отдал свои деньги, а не то, что, типа, ходи, сам себя, блядь, развлекай, думай. Скайрим или Last of Us? Скайрим. Ну, блядь, по понятным причинам. Red Dead Redemption 2 или Mario Kart 8? Я даже не знаю. Ну, вот, кстати, блядь, этот Mario Kart, по-моему, все-таки не тот, который я играл. На свиче охуенный Mario Kart, а это я в душе не ебучу за Mario Kart, поэтому Red Dead Redemption 2. Только поэтому. Плэгью Тейл или Assassin's Creed Origin? Assassin's Creed Origin. Сама радость, блядь, залезть на Пенис Зевс. А, нет, Пенис Зевс это в Одиссея, а в Ориджине пирамиды. Ну, в любом случае, мне посмотреть пирамиды, которые я так долго рекламировал. Arkham City или Horizon Zero Dawn? Вот, многие скажут, что Arkham City лучшая часть, но мне, как вот ебанутому, нравится самая забагованная Arkham Origins. Она, там ужасно, боевку поломали, блядь, все, все, что было, блядь, ёпта. но такая красивая история, вот эта ночь перед Рождеством, этот саундтрек, то есть, она мне больше нравится, чем Arkham City. Arkham City при этом, ну, блин, по игровым моментам, она не такая вот масштабная, недоработанная, она вот больше похожа на Arkham Asylum, на самом деле, в этом плане, то есть, ну, Origins и Arkham Knight мне больше нравятся, поэтому выберу Horizon Zero Dawn, потому что, ну, не знаю, может, слишком много я проходил Бэтмена по нескольку раз, блядь, ёпта, и как-то стерлось, знаете, удовольствие, но мне показалось, я правильно выбрал. Ведьмак или Спайдермен? Ну, Ведьмак, само собой, хотя Спайдермен тоже достойнейшая штука. Overwatch или Walking Dead? Walking Dead. Я вообще считаю, что игры от Telltale многие хуесосят, но один раз их хотя бы нужно пройти. Типа, ну, они выполняют свои функции, даже вот это Batman от Telltale, даже там назад в будущее, хотя сейчас, по-моему, вообще Steam убрали, только на торрентах лежит, ну, это просто прикольно, типа, и плюс это занимает минимум усилий, просто сиди, не пропусти к УТЕ, выбирай правильные варианты, это такая игра, которую нужно чередовать с чем-то потным. Типа, играешь в какой-нибудь Lobotomy Corporation, где там, блядь, на 2 секунды что-то пропустил, все, переигрывай, нахуй, целый день, 40 минут, блядь, и вот в перерыве взял себе, бутики делаешь, блядь, смотришь сюжетик, в общем, всем советую, Telltale. Arkham Knight или Mass Effect 3? Ну, тут вот Arkham Knight, ее многие хуесесят, потому что, в основном она на запуске была совсем не оптимизирована, была как говнище, работала, блядь, мне даже тогда на двух ведюках лагал, но потом ее допилили, она стала вполне достойно работать. Dizanert или Return of 1? Я обожаю Dizanert, но вот первая часть мне меньше нравится, чем вторая, а Return of the Abroad мне определенно нравится больше, чем первая. Но за исключением, наверное, вот такого момента, что каких-то сотрудников приходится определять методом исключения, и для этого приходится тупо гадать и перебирать в какой-то момент. Ну, может, так только у меня получилось, но, типа, это же, как это называется, по сути, загадка Эйнштейна или как-то так, вот эта вот хуйня, когда, типа, один из них живет в доме с соседним от красного дома, никто из тех, кто живет рядом зеленым домом не имеет собаки. Ну, вот это, не помню, по-моему, это загадка Эйнштейна. И там, вот в этой игре конкретно слишком много чуваков выпадает на принцип исключения, и в любом случае приходится угадывать. Поэтому мне вот чуть-чуть испортилось впечатление от игры. Ну, может, это просто, блядь, мне, может, на самом деле я что-то затупил и не разглядел, но вряд ли вы умнее меня. Супер Марио Одиссея или Вольфенштейн 2. Супер Марио Одиссей. Балдежная игра для Залипалого. Вольфенштейн, с другой стороны, отличный сеттинг, куча всех этих декораций и всего, но, типа, это не Залипалого. Shadow of Mordor и Titanfall. Shadow of Mordor. Ну, я могу прокомментировать, но я думаю, вы и так все понимаете. Орки, Толкин, ваш покорный слуга. God of War или Subnautica? Даже не знаю. God of War или Subnautica? Конечно, блядь, God of War. Papers, Please или Celeste? Papers, Please. Ой, блядь, я уже две игры от этого Лукаса Попа вытащил практически, блядь, в третий тур. Так ведь подумают, что занесли. Fallout 4 или Super Mario Maker Fallout 4. Но мы потихоньку отсеиваем просто игры, которые, очевидно, не, блядь, игра десятилетия. И чем дальше, тем интереснее будет, я уверен, не переключайтесь. Тем более, блядь, куда вы переключитесь, нахуй, ебаный коронавирус, нахуй. Вы можете выключить, открыть интернет, тренды, посмотреть, там нихуя интересно, и потом придется возвращаться сюда и искать, блядь, тайм-код, где вы остановились. Придется туда-сюда перематывать, типа, он эту шутку сейчас шутил, или я ее слышал, потому что она была в сердцах за любовь. Блядь, придется смотреть сначала. Borderlands 2 или Stanley Parable? Borderlands 2. Как раз, кстати, вот Борда мне нравится, как и Рэйдж, например, тот же, за отличную чувствую, ощущающуюся, ощущающуюся стрельбу. Когда прям, типа, каждое оружие по-своему отдается в руках. Это и делает, по-моему, шутеры прикольными. Инквизиция или Лейнуар, Лейнуар. Fallout New Vegas или God of War 3 и Fallout New Vegas. Вот если бы тут был God of War новый, я бы подумал, а 3 God of War, вы не путайте это. Ну, он такой. Destiny или Alan Wake или Alan Wake? Alan Wake, наверное. Ну, просто Destiny это совсем уже дрочиво. Если, если захочу просто гриндить, блядь, вернусь в Ragnarok Online, блядь, зачем шутер, где нужно, блядь, гриндить, это power level собирать. Нет, это не наш метод. Battlefield идет нахуй, Dishonored 2 забирает лидерство. Tom Prider или Bioshock Infinite? Опять-таки, не люблю Bioshock Infinite, но, блядь, на него так много людей дрочат и все-таки в нем есть какая-то концепция. Все эти альтернативные вселенные, все такое. Хотя, по сути, это даже не самый лучший из Bioshock'ов. Far Cry 4 Limited Edition или Devil May Cry 5? Ну, Devil May Cry 5, наверное, я просто не был знаком особо с этой серией, она мне еще не успела настоебенить, а вот Far Cry мне успела настоебенить на все 100%. Gears of War 3 или Resident Evil? Resident Evil, потому что, повторюсь, Gears of War это самая унылая, блядь. Outer Worlds или Alan Wake? Ну, тут Outer Worlds уже все-таки, блядь, Alan Wake недостаточно такая атмосферная игра, чтобы противостоять наследнику Fallout New Vegas. Resident Evil и Peppers, Плес, 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 повторюсь, дело не в графене, дело в концепции. Диск и Лизи, он против Walking Dead, но я не могу дальше тащить игру, которую я даже не играл, а просто смотрел видяшки и читал обзоры, поэтому Walking Dead я хотя бы прошел все и даже, блядь, последний сезон купил, который вот уже выходил в EGS и экспортировал туда сейвы из того самого прохождения, которое было на стримах и на лайв-канале и вот его допрошел для того, чтобы, так сказать, закрыть гештальт. Alien Isolation или Uncharted 4? Ну, тут Uncharted 4, отличное кинцо, просто нечего добавить. Fallout 4 или возвращение Абродина? Угу. Ну, наверное, все-таки Fallout 4, его очень сильно хуесосили, там, да, нет, да, сарказм, я сам к этому руку приложил, но, наверное, просто слишком многого мы ждали от этой части, получилось-то, в принципе, достойно, если так вот спустя какое-то время взглянуть на эту игру и погамать. Но возвращение Абродина это на один раз чисто, один раз пройти и все, это Fallout 4 все-таки более-менее реиграбельно. Ну, давайте Fallout 4, ну, это супер попсовое решение, то есть, если, если вам интересны такие, как бы, хайден, хиден гемы, блядь, то, вот, возвращение Абродина, блядь, но я вот, я вот, наверное, если, во что бы сейчас поиграл, наверное, Fallout 4, хотя он у меня тоже весь пройден. Ну, просто его слишком сильно уж хуесосили, мне кажется, не такая плохая игра. Designer 2 или Rise of the Tomb Raider? Designer 2, ну, Tomb Raider все-таки однообразная хуйня, а второй Designer, то он вообще не похож на первый Designer. Ну, в смысле, Мистем, это, конечно, похож, но это прям отличный сиквел, как Terminator 2 и Terminator 1, на мой взгляд. Red Dead Redemption 2 и Ведьмак 2. Ну, вот, если бы тут был Ведьмак 3, это был бы, блядь, самый сложный раунд, блядь, а Ведьмак 2 все-таки не дотягивает до Red Dead Redemption 2. Ведьмак 3 или Sleeping Dogs? Ну, как бы, блядь, я не любил Sleeping Dogs, не столько радости они дарят, плюс совершенно гумозные очишки, блядь, это пройди на золото, уличные гонки, помню, нужно проходить миссии, набирая, типа, три звезды, три ады, блядь, типа, сравнивая это с тем, как легко и изящно проходится Ведьмак 3, с каким удовольствием тут даже вариков нет. God of War или Skyrim? Обе игры замечательные, замечательные. God of War, наверное, выберу, потому что, ну, God of War просто жемчужина, таких игр, вот, блядь, ну, вот у нас, но Skyrim должен был бы пройти дальше, он вот, ему попался несправедливый, сильный противник, но здесь, конечно, God of War, мы все играли, я думаю, и в Skyrim, и в God of War, мы все понимаем, блядь. Shadow of Mordor или Лейнуар? Да простят меня фанаты Коула Фелкса, конечно, Shadow of Mordor, блядь, мне и тематика Средиземья близка, и дрочевая, и открытый мир, блядь, и... А после того, я не понимаю, почему тут нет Shadow of War, я бы вообще Shadow of War, блядь, до финала довел, по меньшей мере, если бы им попадались какие-нибудь, мне кажется, отстойные, блядь, ну, потому что Shadow of War еще добавили мультиплеер, штурм замков, я, блядь, в таком восторге был, я в одном мультиплеере, наверное, часов 70 наиграл, нахуй, ну, типа, пиздец, балдеж, но тут Shadow of Mordor все-таки, мы работаем с тем, что имеем, Висвар оф Майн или Борда 2, сложно, но, Висвар оф Майн, конечно, прикольно, но в Борде есть стайл, стрельба, юмор, поэтому Борда, чему бы и не Борда, Devil May Cry 5 или XCOM, ну, XCOM, я думаю, потому что все-таки Devil May Cry 5, XCOM намного больше часов напряжения держит, блядь, она прям, ух, брох, брох, вот мое краткое описание серии XCOM, когда теряешь чувака одного, прокачанного, и ты такой, блядь, 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 это говно проходил, сука, не хочу, блядь, не переигрывать, ничего, тварь, ну, как так, как можно было промазать, блядь, вплотную, сука, вероятность 95% у тебя ствол ему в ебало, упирается, Как ты промазал? Ну, короче, XCOM Assassin's Creed Origins Или Assassin's Creed Black Flag Origins Black Flag Прикольная была для своего времени Но, помимо Вот, конкретно, блядь Плавание на морях, там Такой себе Совершенно отсталый сюжет Ну, вообще, отсталый сюжет свойственен Юбисофту, но есть Все-таки поинтереснее истории Например, про этого, про Шея, Кормака В конце-то концов Dark Souls 3 или Batman Arkham Knight Конечно, блядь, Batman Arkham Knight Ебаный-то по голове Super Mario Odyssey Или Bioshock Infinite Ну, Bioshock Infinite Вот, удивительно, Bioshockу попадаются Достаточно простенькие противники Я бы его давно слил уже, блядь В отличие от, блядь, более прикольных Гамес, но Видимо, в этом, как бы, и смысл этой системы Что рандомно сталкивается, сука Вот Fallout New Vegas Horizon Zero Dawn Отличные, блядь, игры Че делать-то, нахуй? Че делать, блядь? Ну, New Vegas, наверное, блядь Больше радости подарил Дополнение, которое всю эту Вселенную разжевывает Прикольную, блядь Сама эта вся хуйня Курьер Бенни, блядь Ну, New Vegas, да Я думаю, New Vegas И, блядь И опять получается, блядь Ну, New Vegas, да Полдежная игра New Vegas, блядь Ну, на 2010-го, блядь Ну, можно же было хотя бы Либо новых побольше взять Ну, блядь, не знаю Дизанерт, наверное Блядь, ну я же Бэтмен Твою мать Ну, дизанерт Прям вот такая атмосфера Эти, алтарь чужого, блядь Ёб ты Это все Все эти Весь этот мрак Такой стимпанк, блядь Дизанерт, дизанерт Ну, блядь В Бэтмене я больше часов провел Это без базара God of War или Red Dead Redemption 2? Обе игры на платину Пройдены Правда God of War на плойке А Red Dead Redemption на ПК Обе игры я, по-моему, называл Лучшими играми В году Соответственно, это Я играл в 2019 Red Dead Redemption Поэтому она попала Ну-ка, она ПК вышла А God of War я, по-моему, называл В 2018 То есть, это лучшие игры Которые я в прошлом году называл И в позапрошлом И они сошлись в дуэли Ну, давайте взвешивать God of War Потрясающий сеттинг Не такой банальный, как Дикий Запад Супер заебная Ну, не в плане ачивок А в плане даже прохождения Чтобы победить королеву Валькирий Она повторяет приемы всех Валькирий Нужно наформить броню Снифлхейма Пройти все испытания В Муспельхейме, блять Все улучшить, блять Тогда у тебя появляется шанс И то ее нужно ебашить Не помню, сколько я часов ее ебашил Но это интересно Red Dead Redemption, с другой стороны Она такая неторопливая Медленная Раскрывающаяся То есть, в нее я наиграл больше Но не потому, что там сложно было А потому, что я проходил вот золотую лихорадку Это нужно все условия миссии на золото выполнять Перепроходить Ну, наверное, даже, может быть, блять Нет, нет Red Dead Redemption Нет, я думаю, вот Ну, God of War чертовски хороша Если у вас есть столько же времени, сколько и у меня То, наверное, Red Dead Redemption Если вы все-таки больше цените свое время То God of War Но здесь я, как бы, говорю за себя Наверное, все-таки Red Dead Redemption Shadow of Mordor или XCOM Сейчас полетят в меня помидоры Но Shadow of Mordor Papers, Please или Assassin's Creed Origins Ну, тут уже, блять, надо тоже подумать Потому что Papers, Please не настолько, как бы, реиграбельно И вариативно Поэтому, наверное, Origins Ну, тут меня тоже хуями закидают Потому что Ubisoft вообще никто не любит, блять И... Bioshock Infinite или Walking Dead? Да что ж такое? Ну, почему Bioshock Infinite-то не выпадает с каким-нибудь God of War? Ну, Bioshock Infinite, ну хорошо! Ну, мне эта игра даже не особо нравится Да, она хороша, но она не такая гениальная Она перехваленная Она перехваленная, как фильм Бойцовский клуб, например, блять Она... Типа, смысл не в том, что она плохая Просто она не такая хорошая, как все думают Хули ей, даже эта система выставляет Каких-то, блять, этих Самых лафовых противников, нахуй Ведьмак 3 или Fallout 4? Понятно, Ведьмак 3 А чё в Fallout 4 не попался, блять, против, блять? Эй, в пизду Аутор Ворлс или Uncharted 4? Вот, блять, с другой стороны Пара аутсайдеров, да? И так понятно, что ни одна из этих игр Не станет игрой, блять, десятилетия Но Аутор Ворлс Designer 2 или Red Dead Redemption? Ну, Артур Ты... Ты уже застрелил Кратоса Ах... Ладно, Red Dead Redemption Ну, походу, получается, что Red Dead Redemption победит Что и что у нас? Какие варианты? У нас уже четвертьфинал, получается New Vegas Shadow of Mordor Ну, при всем уважении к Shadow of Mordor Здесь ты падаешь Как говорил Джонни Кейдж Получается... Ох, ну слава тебе, Господи Наконец-то, Биошок вылетел, блять Очевидно Мы же не будем обсуждать, почему это произошло Давайте лучше обсудим, почему он так далеко прошел Ну и, конечно, Outer Worlds против Assassin's Creed Origins У кого-то будет суперлегкая пара В следующем раунде И что бы я тут не выбрал Это все равно не игры десятилетия Давайте Origins чисто за масштаб Вот мне Outer Worlds оскорбляет то, что из нее можно было бы сделать конфетку А ее как будто вот треть разработали и бросили Origins Уничтожен, нахуй Блять, Артур, тебе везет Ну и, конечно, нахуй Ну и самый сложный выбор, блять Давайте думать Ох, ну почему, почему так попалось Нью-Вегас Сколько? Ну, может быть, 100 120 часов Каких-нибудь Если учитывать с пираткой еще Потому что лицуха у меня на новом компе перестала запускать Может Ведьмак С другой стороны Сколько? Вообще часов 300 получается Сколько там? 200 у меня было, блять Но Каждая минута стоит того и в Нью-Вегасе и в Ведьмаке Ну чисто давайте Все-таки, как бы, десятилетие Оно Хоть и, типа, формально 10 лет Но это вот Кто-то уже не помнит Fallout New Vegas И для кого-то Лицевая анимация, блять Вот это вот То-то, что там вот эта вот вся хуйня Типа, блять Иди нахуй В лагерь бомбистов, блять Пройди сначала два шага влево Два шага вправо Спрячься Это Я сейчас насоветую, блять На меня обидеться потом Ведьмак 3, с другой стороны Ну, безоговорочный, блять Как бы Неоспоримо понравится всем И я вспомнил, нахуй Что мы, блять Обсуждали уже эту дуэль Теоретическую С Антоном Власовым В ебаном ролике Где мы подводили итоги Как раз 2019 года И говорили про Red Dead Redemption Про то, что такой игры Не было со времен Ведьмака И теперь, блять Вот оно Вот оно Нахую намотано, блять Че делать-то Я Не Чуваки Я не могу сделать выбор Есть Я Я пытаюсь История Персонажи Персонажи Драма Давайте думать о драме Наверное Драма больше в Red Dead Redemption То есть, именно какого-то вот Срежиссированного Каких-то поворотов Ведьмак Достаточно такой Стандартная фэнтези С другой стороны Он и сделан по канонам Стандартного фэнтези То есть, он не обязан Ну, это пиздец Это самое Как сказать-то тут Мои полномочия Получается Все Я Как это самое Отказываюсь Это самоотвод Наверное, дам Невозможно И я понимаю Насколько это тяжелая ситуация Потому что Я бы Разозлился На вашем месте В любой ситуации Если бы я сказал Да, Red Dead Redemption Блять Артур Морган Наш человек Блять Ёпта Настоящая Блять Этот саундтрек Эти скачки Концовка Когда звучит Вот эта вот Музыка Вся эпилога Все эти вот С другой стороны Я бы Если бы Выбрал наоборот Такие Как Геральт Геральт из Риви О чем ты? Щевелись Плотва Типа Где тут Дрыном Блять Рожиться Ламберт Ламберт Хер Моржовый Блять Ламберт Ламберт Давайте Давайте Выберем В голосовании Просто Я Я вот Прям Отдаю Себя Пятьдесят Звучит хреново Наверное Да Отдаю Себя Блять Портовые шлюхи Себя отдают Короче Я разделяю Свои симпатии Между этими играми Поровну Я Окицарь Соломон Предлагаю вам Давайте я разрублю Эти диски И никому Ничего не достанется И вот Кто из вас Начнет плакать И кричать Нет Не руби Пусть лучшим будет Что ты скажешь Там Такая-то Такая-то Игра Не понял Я уже нажрался Короче Хуйню какую-то Несу Какой блять Соломон Короче Не могу Не могу Пацаны Это 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 Слишком сложно Эти две игры Произведения Искусство Они не должны Соревноваться Они должны Их надо В космос Отправить Или включить В эту В национальную Библиотеку Этих Достояний Человечества Каждая Каждая Эта игра Заслуживает Того Чтобы Провести В ней Столько Времени Сколько Вы можете Давайте Вот тут Прикреплю Опрос Просто Решим Народным Голосованием Потому что Ну Я Здесь Я Не буду Я Отказываюсь Реально Самоотвод Самоотвод Просто Они Мне Так Нравятся Это Как Я Не знаю Блять Сестра И Мама Да Даже Нет Это Как Мама И Мама Типа Это Блять Солнце И Солнце Как Радость И Радость Я Даже Не могу Их Противопоставить Друг Друг Просто Проголосуйте Избавьте Меня Избавьте Меня От этого Решения Ну И Пишите Конечно В комментах Где Согласны Где Не Согласны Со Мной На Сегодня Все Я думаю Самое Время Подписаться На Сидим Сидим Пердим Когда Нибудь Все Это Закончится А Сейчас У вас Есть Уникальная Возможность Пока Бушует Эта Эпидемия Хуедемия Поиграть Блять В любую Из этих Замечательных Игр Вы Вдумайтесь Такого Может быть Никогда Больше Не будет Блять Вам Dead Redemption 2 Ведьмак 3 Может Даже Супер Марио Этот Карт 8 Блять Главное Что Сейчас Мы Живем В Уникальное Время Играйте Сидите Дома Будьте Здоровы С вами Был Юрий Хованский